Приветичи! Это Неправильный Мир и наш с тобой замечательный Михалыч Бешерти. В общем, тут случилось такое. В прошлой серии один из подписчиков заметил, что есть средства для того, чтобы вернуть наш мех. Оказывается, на алхимическом столе есть вот такая вот штука, смотри. Зелье размутации. Отменить ущерб, вызванный всем этим зондированием на НЛО. То есть специальное зелье от НЛО. В общем, сегодня мы займемся зелье вареньем. Что нам нужно? Два зелья лечения, два загадочная слизь, есть у меня, и алхимический стол. У вас, пей, не проблема. Зелье лечения, вот оно. Нужно три антрюм, одно стекло. Что такое антрюм? Давай посмотрим в нашей книжке трав. Так, антрюм. Вот так вот он выглядит. Зеленый цветок, похожий на сердце. Вот что нам нужно искать. Хорошо понял. Парочку у меня таких сердец где-то валялось на заднем дворе. Или не парочку. Вот один, вижу его. Здесь у меня цветок глаз валяется. Что, все, у меня антрюмов больше нет, что ли? Прикинь, нет больше. Придется выбегать за забор. И искать этот антрюм. Вот один, вот второй. Ой, я так понял, что они растут на песке. А может и не только на песке. О, смотри, чужой. Пойдем к наваляемому. А тут, кстати, наш цветочек заберем. Здорово, нежить! Это ж крокодил Гена! Ген, ты че такой страшный? Похож на чужого, но... С другой стороны, это вроде Гена. Геннадыч! Не надо со мной шутить! Че замаскировался под чужого, а? Так, что с него выпало? Уран. И кислота. Ну, тогда понятно, почему Геннадич так преобразился. С такими вещами любой крокодил мутирует. О, почти. Смотри, че нашел. Кольцо баскетбольное. Баскет, баскет, баскет. Я бы сейчас зарубил, только мяча поблизости нет. Получается, если я найду где-то здесь баскетбольный мячик, я знаю, куда его тарабанить. Вот сюда. А че будет, если я сам залечу в это кольцо? Не, ничего не будет. Трехочковый меня не зачитали. Слишком пухлый. Коробочек. Че в коробочке? В коробочке у нас кожа. Блин, на место-то нету. Говорят мне, расширяй свои карманы. А я все, блин, кожу никак не могу набрать. Чтобы расширить карманы, нужно пять кожи. А у меня вечно с ней дефицит. А, во, песок выкинем. Брокколианец сапогом оставим. Сапог у меня довольно много, брокколианец. Брокколианец у меня растет на заднем дворе. Так что, не страшно. Брокколианец. Звучит, как инопланетянец. Короче, вернулся домой. Ой, и да-да-да, обратите на мои мясные деревья. Какие они здоровенные. Еще и ледяное дерево тут вообще прям как елка. В Новый год надо будет ее наряжать. Хотя, думаю, до Нового года это все не доживет. Я это срублю и съем. А ледяное дерево пойдет на шейкер. Ну, лед все-таки. Шейкер, шейкер. Медвежачий патимейкер. Так, значит, я притарабанил. О, у меня цветок тут вырос. Фига себе цветок вырос. Прикинь, я вроде сюда ничего не садил. Обалдеть. Ну, здорово. Так. А, это я могу обрезать свой цветочек, да? Но для того, чтобы его посадить, нужно все-таки обрезать, да? Тогда обрезаем. Вот. И сажаем. Конечно же, конечно же, все это поливаем. Замечательно. По красоте. А вот этот срываем. Здорово. Что жжать захотелось? У меня там вроде грибы были. Да, грибы есть. Сейчас мы их с тобой пожарим. Точнее, не пожарим, а грибной суп замутим. Супчанский выпал из кармана, потому что он забит нафиг. Слиток вывалим. Отложил кирпич. Так, собираем, значит, грибной суп. И хомячим его. Вот, замечательно. Еще два грибочка осталось. Можно, в принципе... Блин, почему я не могу сделать грибной шейк? Это было бы, наверное, замечательно просто. Нет, только овощной смузи и мясной шейк я могу сделать. Рыбные палочки и грибной суп. Блин. Маловато будет. Надо расширить познание в кулинарии мне. Значит, едим просто 100 грибы. Все отлично. Все схавали. Слиточек можно забрать. А теперь приступим к зелеварению. Варим, короче, зелие. А, стекла? Нет, стекла. Я про стекло забыл. Стекло дело тонкое. Я думаю, что не составит труда мне найти песка. Песка у меня здесь нет. Нафига я зажег печь? Черт возьми. Сейчас накопаем песка. Хотя, что копать? У меня вон там вот за забором где-то был выкопанный. Осталось только до него добежать. Вот он мой песочек. Это знаешь, обычно я такой фартовый медведь, что если я начну что-то копать, то что-нибудь найду. Обычно я нахожу каких-нибудь мозгоедов, которые на меня нападают. И это просто капец как меня бесит. Я не хочу сражаться с песчаными мозгоедами. Но песка нам маловато. Нужно выкопать еще. Поэтому копаем. И надеемся на то, что нам не попадутся какие-нибудь ящерки, змейки. И мозга клюет. Да что бы только про змею сказал. Ай, больно-то как. Че вылезла, а? Ушла в подполье быстро. Скрылась в туман. Без ки закопалась. О, месцу. Змейное месцу. Шикарно. Места нет. Черт возьми. Собираем песочек. И я думаю, что надо валить отсюда. С этих здешних полей. Потому что ночью становится опасно. Вот стекло. Уголь есть. Переплавляем. Стекло у меня на лбу. Точнее, на глазу. Но это не беда. Потому что нужно два. Держим лбом стекло. Кажется, все мы сделали. Сейчас перемещаемся к столику алхимика. Великого алхимика Медвоеда. Алхимик Медвоед. Так, значит. Зелье лечения. Одно готово. Смотри, какая колба здоровая. Давай второе. Ой, землетрясение началось. Ой, землетрясение. Это значит, что скоро за мной придут. По мою душу все вылазят. Зелье мы забрали. Два штука. Загадочная слизь нам нужна. Загадочная слизь. У меня тут ее целых 19 кусков. Щебень мне в рот. Сейчас обратно свою шерсть верну. Так, зелье размутации. Давай варим. Готово. Ну что? Надеюсь, я не траванусь. И после того, как я выпью это зелье, от меня останется хоть что-нибудь. Была не была, короче. Пьем. О, я снова волосатый. Глаза мои вернулись обратно. Шикарно. О май гарабл. Я снова меховой. Михалыч меховой. Михалыч меховой. Михалыч шерстяной. Я волосатый Миша. И мех теперь со мной. Так. Давай еще почитаем книгу. Что тут вообще написано? Тут написано, как ухаживать за растениями. А именно про горшки. Это мы уже знаем. Читаем дальше. Я могу трансмутировать камень в медь. Медь в железо. А железо в золото. У меня же там целая куча камней валяется в сундуке. Надо попробовать как это сделать. Трансмутировать. Как, как, как. Зелье есть? Вот. 50 камней и одна загадочная слизь. Это один слиток. У меня там, кстати, как раз куча камней. 62, если быть точным. Давай попробуем из камня сделать медь. Это ж мечта алхимика. Из камня сделать золото. Ты ж прикинь. Я скоро обогащусь, екарный. Трансмутируем. Зашибенно. Вот тебе медный слиток из камня. Хорошо, что я эту книжку посчитал. О, что я здесь нашел? О, зелье полета. Ну, более-менее полет. Три оксалиса нужно. Одно стекло. Оксалис, оксалис. У меня есть оксалис? Это не то? Вот. У меня три оксалиса как раз есть. О, есть еще зелье невидимости. Написано, что это зелье для трусишек. Что за ложь? Это неправда. Нас сейчас больше интересует зелье полета. Мастерим его. Готово. Выходим со здания. Итак. Первый эксперимент Михалыча в плане полета. Выпиваем. И вроде бы... Вроде бы... О, я стал намного выше прыгать. Очень выше. Давай-ка мы снимем ботинки. Попробуем, как я без ботинок прыгаю. А прыгаю я без ботинок, как с ботинками. Ну, такое себе зелье. И действует оно, походу... Тут не написано, сколько оно действует. Ну, достаточно долго. Это шикарно. Два раза выше прыгаю. А значит, могу достать докуда угодно. План действий таков. Нужно зайти в свой огород. Выкопать все, что тут у нас есть. Приготовить, пожрать. Пожрать. И двигаться к инопланетянину, которому нужно построить забор. По крайней мере, так в комментариях писали. Потому что, когда я его увидел в прошлый раз, я думал, это мой друган. Но оказалось не так. Блин, не могу зайти в свою теплицу. Дерево мешает. Придется рубить. Ладно, ледяшка. Пришло время попрощаться с тобой. Так, кубики льда. Что, всего два кубика, что ли? Что так мало-то? Срубаем еще мясное дерево. Замечательно. Три куска мяса. Как говорится, хлебное дерево. Все. Огород весь выкопали. Теперь нужно снова его раскопать и засадить сюда растение. А вот у меня уже и голодовочка. Время пожрать пришло. Все. Грядочки мы с тобой засадили. Бежим теперь в хату. Разжигаем кострича. А, дерева нет. Бежим тогда на задний двор. Где раз тут у нас пальмочки. Там вон еще что-то у нас, смотри, посажено. Ну-ка, ну-ка, что тут у нас? О, бракалянец. Твою ж, налево. Только пожрать собирался. А тут Эти черти Повылазили. Никакого покоя. Даже на своей территории. Вот так. У нас есть мясо. Можем зажарить мясо. Давай зажарим. У нас есть с тобой Брукулеанец. А также картофан. А если есть картофан, значит можно сделать картофель фри. Три картофана фри я намутил. Давай что-нибудь уже сожрем. Например, вот Мясо. И мясо мы заедем картошечкой. Замечательно. А теперь На десертик мы сделаем себе овощной смузи. Только лед нужен. Все, коктейль готов. Стоп. Итак. Теперь. Поскольку мы всего с тобой понаделали. Мы можем отправиться в дальний путь. А именно к нашему Другу. Инопланетному. Которому нужно построить забор. Давай посмотрим, что нам нужно для этого забора. Садовый забор. Два дерева. В принципе нужно. Это не сложно. Пойдем рубить дерево. Блин. Вышел я во двор. А эффект зелья улетучился. Того летающего. Смотри. Я снова прыгаю. Не так как хотелось бы. Тути-нути. Ну ладно че. Пришел на гору снежных людей. Вон они бродать. Шерстяные эти. Снежные человеки. Человеки. Где-то здесь же по-моему инопланетный дружище наш был. Или нет. Че-то я путаю кажется. А вон он. Точно здесь. Вон на его теплице. Надеюсь что он нам даст достроить ему заборчик. Видимо он хочет забор чтобы вот эти вот. Тихо не месяц в меня. Не надо в меня метиться стрелять. Видимо заборчик ему нужен для того чтобы защищать свой огород от снежных человеков. Что ж приступим. Забор значит забор. Готово? Точно. Похоже что ему забор нужно построить. По звуку я это понял. Дерево закончилось. Так. Слышь. Лохматый. Скотина. Короче йети мы забубахали. Лесной человек. Ой. Снежный человек или йети. Какая разница. Йети. Йети. Огромные котлеты. Кстати в огороде у него там растут в основном цветки всякие. Он сам то в принципе похож на огромный цветок. Йети. Оу. Вот это я не ожидал от тебя бро. Я тебе тут забор строю. А ты меня лазером атак чпинг. Черт побери. Сейчас я с тобой разберусь. Чудо-юдо. Йети. О. Мясо йетевское. Сегодня зажарим. В принципе. В принципе. Я мог не заморачиваться таким макаром. А просто залезть к нему в теплицу и стырить все растения. Все. Последний забор тебе. По красоте все сделал. От души. От души в душу как говорится. О. И че? Получено достижение. Фэнс фриент. Все. Ты мой фриент. Мы с тобой типа друганы. Я теперь могу по тебе прыгать. Прикольно. А срубить я тебя могу? Не. Срубить не могу. Здорово. То есть ты для меня тут будешь теперь выращивать всякую фигню. Да? Мы с тобой друганы. От души. Так. Ну в принципе. Мне пока сейчас ничего не надо. Но я все-таки выкопаю у тебя тут пару ростков. Ты же не против? Я вон уже кушать хочу. Картофанчик это хорошо. Единственное что от моего дома до твоей фермы бегать далеко. Так что ты подумай. Может быть ты поближе ко мне приедешь. Все. Эти ростки я тебе оставлю. Давай выпьем овощную смузи. О да. Закусим это все картофойдом. И просто кайф. Что у нас тут в коробочке? Давай еще посмотрим. Оу. Шкуры. Монетки. И полезные искупаемые. В общем все. Здесь мы все сделали. У нас новый друган. Теперь нужно решить вопрос с башней. Оказывается. Когда башня меня палит. Она становится красной. Когда она меня не палит. Как ты видишь она голубенькая. Ой. Ой-ой-ой. Что это происходит? Ты посмотри какой хи... Ууу. Ежики в тумане. Что пас? Какого лишь его тут появились а? Нафиг вы у меня сдались. Не. Их там очень много. Они очень больно пуляются. Не хочу с ними даже сталкиваться. В общем. К чему я веду? Мы же там видели с тобой невидимое зелье на алхимическом столе. Может быть оно нам как-то поможет? Это первый вариант. А второй вариант это подкрасться незаметно. Я же умею вот так вот на четвереньках красить. Опа. И вот так вот мы подкрадемся. Проверим нашу скрытность. Нас запалили. Оно даже отсюда сразу нас палит. Я понял. Значит нам зелье невидимости нужно. Окей. Возвращаемся домой и варим зелень невидимости. О. Пока возвращался домой. Похоже что я наткнулся на бункер. Мама дорогая. Какой он здоровый. Что-то написано. Тут даже написано что. Смотри. Внимание. Подрыв взрывных устройств в непосредственной близости от этого люка строго запрещен. Просьба не взрывать. Снизу написано что. Неподчинение может повлечь за собой судебный иск или насилие. А я могу просто туда как-то залезть. Например вот люк есть. А залезть не могу. Короче. Надо его подорвать. Любой ценой. Воу воу воу. Что там написано. Какая огромная надпись. Блин. Из-за тумана ни черта не видишь. О. Лог дрован в в в р. Ммм. И сколько здесь всякого интересного, любопытного. Пойдем посмотрим. Подойдем поближе. Что значит эта надпись. Лог дрован в в в в р. Переводчик мне сказал что это переводится как. Журнал утопить в в в р. Это если писать раздельно лог и дрову. А если вместе писать то никакого слова не получается. Хмм. Пойдем тогда к автомату. Этот автомат выдает мясо. Ух ты. Теперь я знаю где у нас автомат по выдаче мяса. Шикарно. Но мне пока мяса не надо. Трием пам пам. Зелень видимости готова. Вспомнил что я хотел реализовать свою прошлосерийную мечту. Телефонная будка. Так что сейчас мы ее с тобой быстренько смастерим. Поставим ее рядышком с домом. Ух ты какой у меня блатной номер то набор. Пять 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 пять. Ставим ее сюда. Блин а где мои пять 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 пять. Четыре шесть девять восемь. Капец номер. Короче непонятно можно ли поменять номер. Если ты в курсе как поменять номер на телефонной будке. То напиши мне в комментариях. А мы сейчас скинем монеточку. Укидываем с тобой моно и точку. А подожди вы начали дверь. Надо закрыть вот так вот. Укидываем монеточку. И набираем теперь. У меня где-то было записано. Три. Один. Семь. Два. Звонок. Оба жги. Знакомая телефонная будка да? Вот мы и телепортнулись. НЛО. Я вижу НЛО. Оно куда-то село между прочим. А нет оно не село. Оно там летает. Все. Пробираемся с тобой быстренько к той башне. Зелень невидимости у нас с тобой есть. А где зелень невидимости? Вот она зелень невидимости. Я уж думал. Неужели зелень невидимости настолько невидима, что я его даже не вижу в своем инвентаре? Оказывается я просто... Просто смотрел не туда. А еще меня интересует очень важный вопрос. Сколько действует это зелень невидимости? Потому что все зелье имеет свой срок. Где эта башня-то? Вот она эта башня. Подбегаем к ней как можно ближе. Так, нас спалили. И кажется еще НЛО за нами гонится. Твою ж налево. Я думаю, что нам пора выпить зелье. Но я почти не видим, за исключением моих ботинок. НЛО нас не видят? Не видят. Здорово. Подбегаем к этой башне. Ааа, вот где в нее проход. Замечательно. Что это такое? Мне дали шапку? А могу я туда запрыгнуть? Нет, не могу. Что это за фигня? Мешок невидимости. Прикройте глаза и станьте невидимым. Ну, вроде того. У меня невидимость закончилась. Блин, блин, блин. Надо валить отсюда. Короче, ясно. Вау, нет, нет, нет. Не хочу, не хочу, не хочу к вам. Не хочу. Вы меня опять изродуйте. Безим. Безим, 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 безим. А что я туплю? Одеваем мешок невидимости. И по идее... Все черно вокруг. По идее, я как бы стал невидимым. Давай проверим на башне. Где-то здесь башенка была. Где эта чертова башня? Кажется, я вообще не в ту сторону бегу. Вот она башня. Одеваем мешок. Пробуем. Ну точно, смотри, она открывается. Это башня. Когда мешок у меня на голове? А когда мешок я снимаю... Она закрывается. Все работает. Чудесно. Ну что, давай мы сейчас с тобой быстренько перекусим. Чтоб не на голодный желудок заканчивать. В общем, если тебе нравится Михалыч и его приключения, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан. И, конечно же, комментируйся под видос. Ну а я с тобой прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока.